В селах Иртыжского района есть так называемые КБМ-модули, откуда люди могут брать питьевую воду по цене 25 тенге за флягу. Но для стирки, уборки дома и других хозяйственных нужд многие сельчане в целях экономии по-прежнему ходят на речку. Год назад в районе торжественно презентовали масштабный проект Беловодский групповой водопровод общей протяженностью больше 100 километров. По задумке разработчиков должен был раз и навсегда разрешить все проблемы. Прошел год, а эффекта до сих пор нет. Мы воду таскаем с улицы, с речки, тяжело нам ведрами таскаем. И мы потратили денег на санузел, нанимали людей. Вот посмотрите, у нас воды нету, до сих пор нету. Мы хотели жить как в городе, чтобы благоустроено было у нас, цивилизовано было. И вот сейчас по старинке мы также руки моем. Хотелось бы, чтобы было... Очень ждали мы эту воду. Хотели, чтобы было цивилизовано. И побыстрее бы сделали, чтобы у нас в доме была вода. На насосной станции, которую когда-то так красиво презентовали, сейчас полная тишина. С момента утверждения проектно-сметной документации и завершения строительства этого стратегического объекта ушло 10 лет. Бюджет потратил на это свыше 2 миллиардов тенге. Первоначально чистой питьевой водой планировалось обеспечить 17 сел Иртышского района. Однако на сегодня трубы подведены только к пяти населенным пунктам. 1 ноября исполнился ровно месяц, как все это современное дорогостоящее оборудование простаивает. А само предприятие терпит огромные убытки. Конечно, в большом огорчении то, что у нас получается такой стратегический объект стоит. Мы можем обеспечивать полностью все населенные пункты. Но в данное время мы, получается, из-за финансовых трудностей остановили полностью подачу воды, получается, по всему району. Вся причина в тарифе. Живительная влага из группового водопровода казалась просто золотой, жалуются сельчанин. Жители райцентра, поселка Иртыш, где все 2300 домов подключились к водопроводу, пользовались его водой всего чуть больше полугода. А потом отказались. Акимат был вынужден запустить старую схему водоснабжения из подземной скважины. Благо, сохранили инфраструктуру и еще не успели разобрать насосную и фильтрационную станцию с резервными резервуарами на 1500 кубов. Население должно платить, согласно правил, 30 тенге за куб, у кого имеется прибор учета, а 40 тенге, у кого отсутствует прибор учета. Они не согласились, сегодня предлагают по 380 тенге за куб, поэтому заранее, что долги не лезут, мы сегодня от подписания договора пока воздерживаемся. Они посчитали, они защитили это дело в антимонопольном комитете, утвержденный тариф. Что они туда включили, не могу сказать. С учетом услуг поставщика в лице КАС Водхоза, дочернего предприятия Минсельхоза и поселковой коммунальной организации Ертышкомсервис, на выходе один куб стоит 500 тенге. Это в 10 раз дороже, чем платят те же городские жители. С 1 марта по 1 октября мы отпускали воду. За этот период у нас образовалась задолженность порядка 49 миллионов тенге. При этом был отпущен на 53 миллиона. То есть мы отпустили 199 тысяч кубов воды, и при этом население оплатило всего лишь 3,4% от той суммы, которой мы подали воды. Население не согласно с этим, что по 380 тенге это только наши затраты. Плюс еще затраты Ертышкомсервис, тариф за один куб составит порядка 500 тенге. Заказчик проекта Беловодского водопровода – Комитет водных ресурсов Министерства сельского хозяйства. По информации Акимата района, изначально, когда только прокладывали трубы, им обещали субсидировать тариф из республиканского бюджета. В Управлении развития групповых водопроводов Комитета по водным ресурсам пояснили, что вопрос еще решается. И в случае субсидирования, независимо от тарифа, конечная сумма для населения не превысит 40 тенге за 1000 литров воды. На сегодняшний день вопрос включения Беловодского группы водопровода находится на рассмотрении Министерства финансов, сельских хозяйств и инвестиций развития. До конца текущего года данный вопрос будет решен. А пока в соответствующих ведомствах еще думать над субсидированием стоимости живительной влаги для 13,5 тысяч чертышан, местные коммунальщики опасаются за сохранность самого водовода. Ведь в системе остается вода, и в сильные морозы трубы могут перемерзнуть и лопнуть. Острую нехватку чистой питьевой воды много лет испытывали и сельчане Аксусского района. Но благодаря программе развития регионов скоро эту проблему снимут с повестки дня. Население аула имени Мамеи Таумарова больше тысячи человек. Здесь есть школа, клуб, медпункт, крепкие фермерские хозяйства. А вот нормального водопровода нет. Сколько не бурили скважины, ничего не получалось. Вода либо соленая, либо слишком мутная и жесткая, рассказывают местные жители. Сейчас в селе полным ходом идет монтаж современной системы центрального водоснабжения. Подрядчик уже выполнил 60% работ. Сейчас ведутся работы по фундаментам насосных станций, испарительной емкости. По разводящим водопроводам, по магистральным 110 трубы, значит 6 километров, 100 метров уже уложено. А вот в соседнем селе Евгеньевка, все того же Аксусского района, чистая питьевая вода уже дошла до каждого дома. Всего здесь 540 дворов или почти 2500 человек. Среди них и помощник местного участкового Хуандр Байманкулов. Капитан полиции приехал сюда год назад со всей семьей и уже получил новое жилье. Завели воду летом, ванну, водонагреватели, вода питьевая. Прогресс дошел до нас. Все люди, жильцы данной деревни, все довольны. Фильтрационная очистная станция сердца всей системы водоснабжения небольшого сила. Еще несколько лет назад жители Евгеньевки даже мечтать не могли о таком оборудовании. Глубина скважины 50 метров. Вода, попадая в эти огромные емкости, полностью очищается от примесей и только потом поставляется потребителю. Мощность станции 200 кубометров воды в сутки. Но сельчане, люди экономные, расходуют меньше половины от этого объема. Потому как тарифы здесь из-за малого населения и больших расстояний намного выше, чем в городах. Работается отлично. Вот немецкое оборудование и полностью автоматизировано. Можно сказать, человек здесь отдыхает на этой работе. Всего до конца этого года централизованное водоснабжение появится в 21 селе области. На это затрачено почти 16,5 миллиардов тенге. Из них больше 3 миллиардов тенге из областного бюджета. По Паладарскому региону из 365 сел сельских населенных пунктов доступ к центральному водоснабжению имеет 93. Это по процентному соотношению 25,5%. В текущем году реализуется 37 проектов. В планах на будущий год проложить в Прииртыши 461 километр труб и провести воду в дома 54 тысяч сельчан. Большие надежды власти возлагают и на майский групповой водопровод. Его, как и беловодский водовод, начали строить 10 лет назад. Но потом объект заморозили. Возобновили масштабную стройку недавно. Идет двойная очистка. То есть поступает вода, потом идет очистка. Потом, кроме этого, там стоят грязеволовители и фильтры-поглотители. И уже на насосных второго подъема, где подача происходит в магистраль, идет идеально чистая вода. Майский групповой водовод, который поможет обеспечить чистой питьевой водой весь район, а это больше 10 тысяч человек, готов наполовину. Общая протяженность сетей 142 километра. Трубы тянут на глубине больше трех метров вдоль автострады Павлодар-Курчатов, рядом с 16 селами. Запасов воды, по оценке гидрологов, здесь хватит не на один десяток лет. Сколько будет стоить один куб воды, пока неизвестно. Майчане, как и жители Иртышского района, надеются на государственное субсидирование тарифов.